во имя отца и сына и святого духа евангелие от иоанна 10 глава почти все угол прочитаем и каждый себя определить истинно истинно говорю вам кто не дверью уходит во двор овчий но перелазит инди тот вор и разбойник а входящей дверью есть пастырь овца ему преддверник отворяет и овцы слушают голоса его и он зовет своих овец по имени и выводит их и когда выведет своих овец идет перед ними а овцы за ним идут потому что знают голос его за чужим же не идут но бегут от него потому что не знают чужого голоса сию притчу сказал им иисус но они не поняли что такое он говорил им и так опять иисус сказал им истинно истинно говорю вам что я дверь овца все сколько их не приходило предо мною суть воры и разбойники но овцы не послушались не послушали их я есть дверь кто войдет мною тот спасется и войдет и выйдет и пажить найдет вор приходит только для того чтобы украсть убить и погубить я пришел для того чтобы имели жизнь и имели с избытком я есим пастырь добрый пастырь добрый полагает жизнь свою за овец а наемник не пастырь которому овцы не свои видит приходящего волка и оставляет овец и бежит и волк расхищает овец и разгоняет их а наемник бежит потому что наемник и не родит об овцах я есим пастырь добрый и знаю моих и мои знают меня как отец знает меня так и я знаю отца и жизнь мою полагаю за овец есть у меня и другие овцы которые не сего двора и тех надлежит мне привесть и они услышат голос мой и будет одно стадо и один пастырь потому любит меня отец что я даю жизнь мою чтобы опять принять ее никто не отнимает ее у меня но я сама даю ее имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее сию заповедь получил я от отца моего от этих слов опять произошла между иудеями распри многие из них говорили он одержим бесом и безумством что слушаете его другие говорили это слова небесноватого может ли бес отверзать очень слепым настал же тогда в иерусалиме праздник обновления и была зима и ходил иисус в храме и притворе соломоновым вот иудеи обступили его и говорили ему долго ли тебе держать нас в недоумении если ты христос скажи нам прямо и иисус отвечал я сказал вам и не верите дела которые твои я во имя отца моего они свидетельствуют о мне но вы не верите ибо вы не из овец моих как я сказал вам овца мои слушаются голоса моего я знаю их и они идут за мною я даю им жизнь вечную и не погибнуть во век и никто не похитит их из руки моей отец мой который дал мне их больше всех и никто не может похитить их из руки отца моего я и отец одно тут опять иудеи схватили каменья чтобы побить его и иисус отвечал и много добрых дел показал я вам от отца моего за которые из них хотите побить меня камнями иудеи сказали ему в ответ не за доброе дело хотим побить тебя камнями но за богохульство и за то что ты будучи человек делаешь себя богом иисус отвечал не написано ли в законе вашем я сказал вы боги если он назвал богами тех которым было слово божие и не может нарушить писание тому ли которого отец осветил и послал в мир вы говорите богохульствуешь потому что я сказал я сын божий если я не твою дело отца моего не верьте мне а если творю то когда не верите мне верьте делам моим чтобы узнать и поверить что отец во мне я в нем тогда опять искали схватить его но уклонился от рук их и пошел опять за иордан на то место где прежде крестил я и остался там многие пришли к нему и говорили что я не сотворил никакого чуда но все что сказал я о нем было истинно и многие там уверовали в него десятая глава евангелия тиана она буквально сегодня нас заставляет задуматься и очень сильно задуматься кто не дверью заходит кто вор и разбойник а дальше господь подводит черту и все которые были до меня воры и разбойники как так израиль это единственная из двух тысяч восемьсот девяносто шесть нации получившие откровения и когда пришел хозяин только одну убить кто князя бесовского мельзиола приписали иисуса называли здесь бес в нем это прихожане это тех которые ждали мессию как мы считаем об этом евангелие от иоанна 1 13 пришел к своим и свои его не приняли я разговаривал с семинаристами почему его не приняли глаза глядят а ничего не видит если сказали что он придет вот такой его примите отец придет позже будет суд божий а вот его характеристика фотографии нельзя было фотографии приедут такие люди вы их примите тогда этого не было но описание было полное и он об этом говорит по делам верьте по делам то есть практически меня интересовали учения буддистов там дауцизм я все эти книги старался библиотеки взять и смотреть и практическим путем я начинаю исполнять день один я уже понимаю человеческое какая бы ни была теория заложена она покажет человеческое когда евангелие не дали ничего это ровно 60 лет когда я впервые в руки получил евангелие 27 сентября 62 года 17 00 уже через полчаса меня никто не мог отучить от этой книги все зазвучало небом и как будто я голос какой слышу я не слышал но могу сказать что я смотрел на буквы и я их не видел я их слышал и это 60 лет подтверждается он есть дверь а все кто не дверью через забор перелазит вор и разбойники мы полкнулись столкнулись с ними а что такое дверь христос его учение все что не будет сходиться по писанию вор и разбойник за христа заплатили 30 серебряников но если бы заплатили 31 уже не христос а 29 не христос обманщик ровно 30 дефолты кризисы идут цены взлетают падает стоимость раба деревянных башмаках на одном месте стоит и это проходит не день не два а 700 лет для всех дима на базар приходит но везде цены пали почему вас на одном месте другой раз повысились почему не меняете работорговлю была так пленами торговали это мы считаем в житиях святых когда выкупить надо было нечего у себя епископ отдал павлин звать его и здесь что не по писанию это через забор перелезли я дам небольшие математические выкладки и что побудило меня сказать об этом я скажу только когда перейдем ограду на той стороне это бог делает так время идет а господь затормозил меня никуда дальше не выпускает из этой темы тема за темой идут зайдите на форум на наш посмотрите там о троице слова троица в библии отсутствует его нету и поэтому он ушло семь столетий чтобы доказать что это слово по писанию столетий шесть вселенских соборов посвященные именно утверждению что христос второе лицо троицы просто для себя это нужно взять я говорю вам не мои слова это господь есть такие нации где за каждым словом буква с вот я сын дэлс еще что-то если я игнатис это латыши у евреев наоборот ше везде и у них начинается так шмай израиль это не один не два раза а девятьсот раз библии написано по-еврейски шма израиль слушай израиль слушай израиль мы новый израиль писание нам говорит шма израиль шма потеряю вот мы говорим суббота этого имени евреи не знают есть шаббот шаббот суббота мы говорим иерусалим нет иерусалима и ушел мы говорим иисус нет у них иисуса и ешуа везде ше 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 почему не знаю у меня жил которая оттуда я говорю переведи вот житье святой шушаники он посидел посидел ничего не может ну напиши как будет по-вашему а у файлию нет буквы я скажу что мы сейчас стоим в таком такой момент что надо задуматься где мы будем дальше мне вчера только позвонили я на той стороне скажу касается каждого никуда не отклонитесь не дремлите потом в конце прочитаем сорок девятый псалом пятьдесятый псалом помилуй мя боже читать сорок девятый спрашивает даже не знает содержание пятидесятый говорит о давиде мы с натяжками применяем к себе избавь от кровей каких кровей ну женщина может что-то сказать а мужчина я кровь не проливаю а мы же читаем избавь от кровей то мы же не вдумываемся что написано а сорок девятый псалом черту подводит под этим так говорит господь еще плюс восемьсот восемьдесят два раза это не просто буквы что мне было показано в первый день 60 назад это голос божий и то что я сейчас говорю это не мои слова так говорит господь шма израэль и вот он считает сейчас написано но они не канонические гиги это не принимают сектанты они не знают написано и был что обновление храма была зима об этом говорится только в ветхом завете в неканонических книгах как можно было это не взять мы сколько ответов здесь находим мы по сегодняшний день не получили другого от бога кроме того что здесь на пиво сегодня нам говорит дух святой и я не знаю что господь меня подтягивает к этому дню проповедь эту хотел там сказать барнауле разные причины было более срочное что то просто мы сейчас так настроим себя что мы ждали этот день вот пасха наступила царю небесный исчезла молитва троицы молитва отцу небесному отче наш отец наш мусульман нет такой молитва отцом называть и поэтому она обратилась к богу и книга написана я осмелилась назвать его отцом кажется так жена министра бывшая у нас отец а иисусу как господи иисусе христе сын и божий помилуй меня греша молитва к иисусу а духу святому царю небесную утешите души истины и живи здесь и и вся исполняй сокровища благих и жизни подателем прииди и вселись обны и очистины от всяких скверн и спаси блажь и души наши и вдруг христос воскрес из мертвых смертью смерть поправ сущего гробах живого доброго молитва царю небесной исчезла ее нету наконец христос возносится на небо и тогда христос воскрес из мертвых уже не считается и царю небесную не считается как про пустое простанство где-то как-то можно рассуждать здесь рассуждать не приходится приходится словить главу перед теми кто это так сделал мы десять дней в ожидании как первоапостольская церковь почему земная деятельность иисуса христа в этом заключалась для вас лучше если я уйду и что дух святой придет обречить меры о грехе о правде о суде начинают мерить грехи какие семь смертных грехов конечно убийство там и другое там нет этого библии дух святой придет и обречит мир то есть нас о грехе какой какой грех а грехе что не верует меня если во христа не верит весь уголовный кодекс все девятьсот девятнадцать правил церковных это гражданский уголовный ходит церкви все говорит о том что христа нет если мы родились свыше но грешные многогрешные супер грешные архи грешные это болит у нас господи помилуй 40 раз о том что мы святые вы слышали ну хорошо я не могу сказать я святой но апостол павел пишет послание везде избранным избрана это на посмеяние какой-то избранный а там вот у вас грех такой который у язычников не слышно вместо жены кто-то имеет жену отца видимо мальчика была где-то и мы слово божие говорит щеткой и ясно мы святые это к нам послание а раз мы святые подтверждается чем-нибудь первом послании ян пишет рожденный от бога не грешит вот ты написал это просчитание ну как не грешит я вообще раз ты грешил позавчера только подумал ну подумал это перед богом тоже решение мысли это начало греха на молитве заснул вовремя не встал ну да мало ли что а дальше и говорится рожденный от бога не может грешить это для нас еретическая мысль да и кто согласится то когда мы по себе знаем а вот по себе и решили рожден свыше или нет если рожден свыше тебя в худые разговоры не затянут в осуждение не надо вот у меня сегодня большой вопрос возник человек который принимал крещение устали обвинять он ведет там не ведет а помогает вести занятия за связь с нами и сейчас решение запросили местные партии митрополия ответила никаких замещаний нету точно православные полную связь поддерживаем как у нас архиерей когда служит он поминает патриарха потом нашего митрополита который умер ларион а сегодня марк у нас марка теперь поминать надо где-то чтобы ничего тут не вторглась мы не один день уже зарегистрированы в краевом отделе юстиции мы так как по цз и находимся нигде сегодня начинается какое-то шатание я полностью объясню это дело вы знаете на что настроиться и молиться и так мы предстали перед богом чтобы услышать голос его голос его и когда сейчас 18 мест библии прочитаю и вы увидите этот голос звучит для нас каждый день только проснулись и мы его слышим скотине которая у нас цветах которые цветы которые расцветают птица пролетела и всюду везде слышим голос божий гром ударил мы его передать не можем написано голос божий да тогда настолько удивительно мы глухие совершенно а как мы должны сказать вели господь и голос его сдвигает горы преклоняюсь и другого не буду верить а сегодня предсказание которое изба христос сказал придет дух утешитель вместо меня это за запрашивать меня сегодня люди которые два миллиарда верят что которого им послал руководитель и том самый я не отвечаю конкретно я говорю господь не сказал что утешитель будет многократно жениться убивать других против евангелия идти а расхождение с тем что они вызвали я много занимался этим 5216 даже одно из расхождения уже она прямо это послание галатам 189 не то будет проповедовать что мы вам проповедовали даже ангел с неба или мы апостолы а нафима проклятие это очень серьезная тема кто бросил нас он видит приходящего волка и бежит бросил и ни за что не отвечать это говорится про нас про наше время считаем книга исход 52 у меня быть большие закладки я уехал сюда приехал ни одной нету выбросили все отсюда вы вас что не считали они вам не нужны это еще у вас взял маленький тут две-три цифры стоит нету библии прорискал нигде нету придется новые нарезать не избавились от этого все равно я буду вам говорить но фараон сказал кто такой господь чтобы я послушался голоса его и отпустил израиль кто такой я не знаю и те которые сегодня почему ты считаешь что это голос божий я по писанию а ты не веришь и на стадии фараона его ребенком являешься ли кем а кто он такой чтобы я послушал возникает иногда с хитрым подходом сатана вот так-то в библии написано вот слово одно не так переведено вот одно а остальное сойдется а где бывает покажет не получит над этом другом месте то есть ты все время настороже и наши запоминать я не буду почему может быть я запомню и не ладно мне сегодня сделали замещание вот ты оставил меня говорит господь потому я просто на тебя руку мою и погублю тебя я устал миловать там еще два слова и отступил назад я думаю сейчас как так окончится правильно мы открыли вместе все я поставлю точки то есть там пропуск подошел а там про с точки стоят это пропуск пропуск это когда пишут не подряд есть такие стихи которые полстраницы занимают мы не можем больше взять вот у нас там написано кровь иисуса христа ощущает нас от всякого греха крупно написано вверху стоит но точки спереди и сзади почему это из середины предложения кровь иисуса христа ощущает от всякого греха а грехи написано при вот два условия если ходим во свете как он во свете имеем общение друг с другом кровь иисуса христа ощущает нас от всякого греха и поэтому точки показать здесь пропуск замещали сделано правильно больше мы не записали нам главное показать кровь иисуса христа ощущает нас от всякого греха а то впереди можно прочитать я просто объясняю чтобы не было недоразумения что нам слова те не понравились так иова 37 4 за ним гремит глаз гремит он глазом величества своего и не останавливает его когда голос его услышан сейчас мы прочитаем я в этом голосе говорит так притча 120 сказали там про гром про что-то а я слышал хоть раз или только от удара сгорбился как книги пишут там про одного героя а бога то веришь ну ежели гром ушкам дарит натуральный крещусь а также как на спросите кто это вам отвечу премудрость возглашает на улице на площадях возглашает голос свой вы слышали на площадях в городе бывали у нас нет площади но все равно где-то мы собираемся считая площадь это премудрость она взывает а раз взывает значит слышно а мы ни разу не слышали я в жизни своей ни разу не слышал голос где-то ну пытались это как психически ненормальному когда мне брали на исследование все уходят а меня держат и держат наконец-то дождались институт сербского из москвы присылает мазу моисей ааронович вам не надо говорить какой у нас это человек и он мне первого слова вы хоть что-нибудь слышите вот голоса я говорю слышу а какие я когда тут за верю матеряться да я не про это чтобы он как и сразу а вот вы знаете мученицу варвару я говорю знаю а зоя космодинянской знаю а чей подвиг выше то есть чтобы я нормально мыслил или нет я говорю конечно у зои выше чем у варвары варвара знает что эти груди которые отрезали что пытали кожу сдирали она получит сегодня же а та шла никуда она не верующая была и признали растуждение правильное хотя мне бы казалось лучше бы ответить им так так премудрость просчитали мы исайя 6 8 и услышал я голос господа говорящего кого мне послать и кто пойдет для нас я сказал вот я пошли меня знаете стихотворение пушкина пророк сказал восстанет в нем ли что сказал жди глаголов жди сердца людей а как он услышал и слово божие он не слышал ничего но так как написано кого мне послать я считаю это я понял меня посылает он и сразу же сказал этими словами даже не считаю даже меня почти дальше считаю с нечистыми устами но ангел ощущает мы придумали так что будто бы вот причащаемся когда ложечка берет священник да он какой матершинник был такой останется нет это рождение перерождение вот мы молились первый раз я молился сказали своими словами помолиться можете а я молюсь достойно богородица его радуйся а они пятидесятники им откровения нужны а что у меня все есть 24 года на море стопроцентное здоровье а что тебе надо и как меня озарило вера да нет своими словами ты никогда не молился зачем как это так с богом разговаривать и моем воображении божья матерь выше иисуса подошла на мать вот и все больше что я знал евангелий в руках не держал я понял вера нет и вот тогда мне показалось дай мне веру я первые слова сказал и как будто верю 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 по углам пошло вот так никто этого не слышал но мне там где-то сработало верю я встал библии любой место открывай я верю как будто бы из детства верующий и на утро весь караван кораблей а на арене стояли узнали лапкин сошел с ума такая перспективная была должность теперь капитан дальнего плавания за границы все я понял все это временное видимое а не вечно я просто показываю на практику как думал о себе и когда встал с колен я на себя смотрю на того как бы вижу это мы абсолютно разное и того человека я больше не хочу знать как господь делает это мы сейчас посмотрим кого господь коснется своими словами 46 46 стих исаи голос говорит возвещай и сказал что мне возвещать всякая плоть трава и вся красота и и как цвет полевой вот господь говорит каждому из нас я его голос слышу я на слове голос застряю внимание потому что было мы когда заканчиваем молиться мы всегда говорим говори господи слушай и дослышит араб твой а это было слово голос твой и сразу а там не написано она самуилу бог открывался да не написано но это голос вы не знали что мы голос его ждем чтобы зазвучало это не на бумаге только и ты с трепетом отнесся следующий раз господи слушает араб твой иеремия 3 25 мы лежим в стыде своем и срам наш покрывает нас потому что мы грешили перед господом богом нашим мы и отцы наши от юности нашей до сегодня и не слушались голоса господа бога нашего здесь не было библии нигде говорят что в корчины екатерина никонорова была по мере не знаю геометрию там преподавала строгая такая учительность и будто бы у нее мать была баптисткой там была библия с какой накладкой но слово библия уже услышал ну библия это что-то такое толстая большая ну и не понимают и поговорки такие слышал о библии недосягаемой нигде не было и отцы наши нарушали все и бог смело и ни одного человека не осталось 20 лет земля отдыхала судьба стола потеряли и теперь новые люди как мы будем жить здесь не будет ли у нас это сказано что бог выметит отель и ничего не останется а как как научиться голос божий вот сегодня воскресный день прямо посвященный богу мы считаем и особый день они ждали не знаю как это проявится и проявилось это в духе святого который заговорил и на разных языках сколько в это время на праздник иудейский праздник был ну празднование пасху когда вышли из плена египетского то просто перешла на нашу пасху но что такое 50 если даже отсчет откуда нигде не написано на 50-й день по всей вероятности от пасхи потому что церковь так постановила но библия умолчала об этом и священник приносит первый урожай колоски срезают с разных мест и он приходит и снопом этим трясет вот какой шум издают колоссия так заговорил на разных языках площадь человеческая для вас лучше если уйду был христос здесь в одном месте теперь он везде и всюду духом своим святым вот как это все разгадалось через десять дней михея 6 1 4 слушайте что говорит господь стань судись перед горами и холмы да слышат голос твой слушайте горы суд господень и вы твердые основы земли ибо у господа суть с народом своим и с израилем он состезуется народ мой что сделал я тебе и чем отягощал тебя отвечай мне я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабство и послал перед тобою моисея аарона и мария вот вам разница что сейчас веры нету ходить незачем храм есть родственники встречаетесь ну как встреча отмещается чем-то поехал куда все чужие авария какая молиться некому беда какая пожар а кого нету здесь никто не будет тушить если ветер такой верующего по-другому все он молится заранее мы каждый день молимся из вами нас от чего от кражи огня и нечистой силы ежедневно мы молимся об этом а если веры то нет и все пропало а если там ничего нет понимаете враг пытается посеять это никогда на это не подвасить если ничего нет я ничего не проиграл я жил здесь полной жизнью в каждом святке видел премудрость божию в каждой птице видел премудрость божию а не веру еще ничего не видит он совершенно слепой ну еще особенного я-то что-то делаю что вам не нравится вот выходит когда пасти там фундамент закрутили или к воде приперли ребенок стоит ну ребенок то не не знают а мы рядом работаем я не выдержал пошел тебя пасти поставлю смотри осталось сейчас 20 минут в обед загонять а они еще не паслись батюшка пошел сказал ну хоть целая корова довернуться батюшка еще что-то потворствуешь-то выгоняли где андриаш и лог в пять лет мне было выгоняли только первые проталины и заканчивали ни одного выходного не было когда земля полностью покрыта снегом а здесь придумали полдня или один день потом другой мало того потом в часа вначале почему телевизор смотреть надо это все это все здесь вот у нас было конечно я надоедаю здоровый дядька стоит семечки щелкает коровы легли там есть нечто он закрутил ну почему не годишь ну корова лучше знает куда им идти ну куда не пойду когда в руках палка то это здесь и чем кончилось ничем написано праведник милует скоты своя а нечестивый безжалостен и это все и мы видим сейчас как птицы вопиют у богу и они не просто так а со смыслом откровение 3.20 каждый послушайте ко мне говорит господь или не говорит здесь один стих обязательно заучить его наизусть все стою у двери и стучу если кто услышит голос мой и отворит дверь войду к нему и буду вечерять с ним и он со мною голоса никакого нет один рассматривал смотрит а дверь а ручки то нету почему дверь открывается внутри ты даже не понял что он хочет чтобы мы вышли к нему господь пришел стучал в твои двери я вчера об этом рассказывал как одна наша сестра и как ей ангел будил ее всегда а тут получилось в комнате холодно поздно муж с работы пришел и ну только что легли спать и ангелы даже по имени назвал и я не встал и больше никогда этого не было я и плакала и молилась и до самой смерти больше этого не было поэтому где милости бог оказал держись за это назад ни шагу вот эта фраза ты как раз не отступил назад это именно об этом речь идет если ты имеешь эти откровения перед богом если ты его чадо избранное если ты рожденный свыше не делает греха тебя будут обвинять христа обвиняли в этом и обвиняли по серьезному ты будущий человек делай себя равным богу не за доброе дело побить тебя они с камнями стоят это были люди отчаянные ну павел то не понравился или что тебе павел нравится да нет он против идет согласен зарезать надо его до нас бой у меня знакомые есть и они пошли один за другим 40 человек это компания ну а как давайте поклянемся божие не будем пить и есть пока не убьем а как а скажем мы хотим поточнее завтра как только будет мы как бросимся страшники не успеют еще и мы сразу зарежем вы знаете эту историю но когда они договаривались один мальчишка услышал и он оказался племянником Павла пришел ему рассказал он говорит ты сейчас иди к капитану скажи ты сейчас иди и он ему рассказал и тот понял не спасти как только стемнялось он сразу 470 человек конные пешие воины другим ходом где-то утром пришли на бою а его нету его отправили в центральный город нашей епархии и что они умерли нет теперь надо разблокироваться теперь они туда пошли и стали обменять его Павла которому вся вселенная говорит нам благодарна сегодня 19.5 слушайте голос божон сущит и голос от крестола и шел говорящий хвалите бога нашего все рабы его и боящиеся его малые и великие хвалите бога за все молитва трех ступенчатая я уже многократно говорил первое простительное дай помоги скрой защити проводи там все все нации все веры там все толкутся вторая ступень повыше благодарение зато получил не получил как велик наш бог и третья это уже ангельская слава отцу и сыну святому духу аллилуйя аллилуйя там песнь ангельская только знаем мы это стараемся взобраться на только господи помилуй канон Андрея Крискова 204 события библейских он все поставил на то что помилуй меня боже помилуй меня так у нас на три я предлагал здесь хозяин захотел а почему весь мир признает в самом деле я показал это что это для оглашенных но как помилуй меня боже это для человека который совершил преступление но так Андрей Криски архиепископ он как мог он подписал анапиму шестому вселенскому собору анапиму и когда дома или как он пришел все решило что делал то и теперь псалом у него палился он и к себе его определил как оглашенным и у нас господь позволил сделать те же самые события на две другие ступени первый раз когда молились после молитвы люди домой не хотят идти сидят и поют как это не видели я закончу там римлянам 1017 второе место которое надо запомнить наизусть и так вера ослышание ослышание от слова божия вера ослышание ослышание не от глаз ослышание тут прямо говорит что слово божие это голос голос и когда мы берем считаем так говорит господь шма израиль это они не зря везде так начинают и потом сразу все бог говорит все разговоры окончились они так что в это время бегают репетишки по храму у нас этого нету и все показывают почему нет такого порядка как в Потеряевке или в нашей общине священник да он ну вот ребенок есть и ребенок-то хороший показывает в алтаре там что-то ну берет там что-то подает великий пост венчание думали делать одни приглашают туда священник с ребенком приехал ну побыли ну я садил раз венчание повенчание это противоканона вышли а где мы Гова Гова нету а там почти сухой водоем они зашли он уже мертвый лежит в Италии и сколько об этом шуму было ну ладно следители были и он с Украины и теперь едет уже с трупом домой это Бог предупреждает чтобы ребенок не был похож на вас в Библии говорится в большой царской семействе и Бога уводят только один умер в молодом возрасте дабы не развратился и поэтому на смерть радуйся что брата твоего нет или отца если умер он в Боге еще неизвестно устоял бы он или нет еще его открою 38-4 книга какая книга книга какая Иова Иова 38-4 еще немножко и 49-й прочтем целиком салон где был ты когда я полагал основание земли скажи если знаешь скажи он просто Иова говорит Игорь он стал требовать господи меня обвиняют ложным я требую суда он не сисюхал он с Богом разговаривает как с товарищами с какими-то и Бог за это его не обвинил и он ответил ему да это я закрыл уста хотя Бог обращался кто это без смысла говорить словом я я я виноват я вот так вот самый лучший человек какие стада были и стадами моими одевались не ищел на себе показывает еще раз евреям 1.1 последнее послание апостола Павла он даже не подписал как считаете из-за страха чтобы не убили везде пишет раб апостола здесь нету заголовка нету Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках говорил и поэтому Библия это говорящая книга она нам говорит и 49-й псалом прослушайте и скажите что из этого псалма в вашей жизни было что вы размышляли о нем в 50-е тут можем ну слышали все-таки маленько избавили многократно омой меня итак 49-й псалом один он небольшой Бог богов Господь возглаголил и призывает землю от восхода солнца до запада всего на который есть верх красоты является Бог грядет Бог наш и не безмолвие пред Ним огонь поедающий вокруг Него сильная буря не безмолвие то есть огонь поедающий это голос Божий пожар который на вас это голос Божий и он это Давид прямо об этом и говорит это голос Божий он призывает свыше неба и земли судить народ свой соберите ко мне святых моих ступивших завет со мною при жертве и небеса провозгласят правду его ибо судья сей есть Бог небеса провозгласят не просто ты занимаешься астрономией а провозгласят ну поэтому надо немного астрономии знать а где Бог есть одно выражение он всюду его нет только в сердце грешника я простой арифметик выдаю скорость света в школе учили триста тысяч километров в секунду как они его измеряли ну общепринятая норма триста тысяч за одну секунду а если за год сколько он пройдет нашли сегодня галактики которые отстоят от земли на четыре миллиарда световых лет и там Бог кому мы кланяемся куда бы ни пошел Давид говорит на край неба переселюсь и там ты сойду ли в преисподне и там ты куда скроется от гнева твоего поэтому нужно сегодня с Богом примириться жертвы Христа что он умер и кровь свою пролил страданием на кресте меня он искупил злотовоз говорит присваивайте что написано для всех а ты ставь свое имя туда это для меня это послание для меня пошли слушай народ мой я буду говорить Израиль я буду свидетельствовать против тебя я Бог твой Бог не за жертвы твои я буду укорять тебя все сожжения твои всегда предо мной ну как конкретно свечи Бог видит ну все у нас как положено здесь это я за это укорять не буду у нас все как надо и какие-то свечи там которые глаза выедают там сирозин там парафин у нас чисто восковые а Бог говорит это я знаю приносили жертвы и дальше Бог говорит не примут тельца из дома твоего ни козлов из дворов твоих ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор знаю всех птиц на горах и животных на полях предо мною если бы я залкал то не сказал бы тебе ибо моя вселенная и все что наполняет все что наполняет все Божие что мы можем ему дать ну барана принес он когда говорит все звери все на земле его и мы не себе принадлежим а человек думает а я вот пожертвовал десятину то ворует многие не платят так новом завете не сказано сказано все имение к ногам полагали Бог не отменил то что так все и осталось и знаете с кем бы вы будете разговаривать десятину напомните малахия вторая и третья глава Господь говорит проклятием вы прокляты проклятием прокляты сейчас так считает двойное проклятие за что что не платите десятину десятина сейчас тебе не принадлежит она Божия он приложил ее к моей 900 сотню что пошел я ей отдал он не говорит что вы жадные не даете но обкрадывайте меня обкрадывайте десятина вам не принадлежит ты заколол десять там что-то где-то сто гектаров у тебя десятина десять тебе не принадлежат вот Бог как говорит поэтому мы должны платить и платить куда с чего как это особый вопрос где бы что ни было десятое все Божие но почему земля твоя или нет ну ну кто дал ей силу плодоносить семена которые ты садишь кто их изобрел дождь кто дает солнце кто дает ты по порядку все это ну Богу то хоть десятое счастье даже не на равных Бог разговаривает а десятое счастье всего я говорил это о богослужении повторю еще раз богослужение два часа если рассуждать как апостол Павел до утра продлил слово и Богу десятина десятая часть ну посчитайте сто двадцать это двенадцать минут богослужение наполняющее душу а остальное проповедь девять десятых девять десятых хотя все Божие пошли ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов принеси жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои и призови меня в день скорби я избавлю тебя и ты прославишь меня грешнику же говорит Бог что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя вот это говорили я верующий только маленькая где-то не сходится сразу прям в ярость приходит или о ком-то сказали не понравился тот мне друг вы эту сказку никогда не будете слушать больше вы знаете что за все отвечать придется и наша жизнь на волоске висит буквально на волоске всегда тем более сегодня и мы должны знать что от Бога и защитить себя никто не сможет все положил в предел Израиль просто ногами становится и в один день разрушен Иерусалим храм вымел Господь как будто бы сухой ком растоптал и веником размел по всей земле пошли когда видишь вора сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешь с ворами не сходите сколько потерявки было здесь где по полям комбайнеры продают подешевле здесь уже захватывали мы вас скрывать не будем наш отец неграмотный был и тут тоже пшеницы кинулись ну дешевые прям совсем дешевые шпалы продавали а отец как-то узнал но мать то ли дома не была она могла вполне взять она не знала что через день милиция нагрянет и все что у тебя было все выгребали до одного зернышка но никого не посадили и наши потеряевские вот это новое уже так друзья между собой и уже там а никто будет знать мы его разгрузили себе деньги дали но не может он сосед если у него 6 тысяч гектаров за каждым гектаром смотреть а это уже было здесь и где люди не приведи Господь уста твои открываешь на злословие и язык твой сплетает коварство а про это говорить не надо проверить сказал бы так давай там как то нет нет ну сказали сказали то сказали но еще будет рассуждение перед Богом там будут свидетели сама жизнь будет там был человек не был обвиняют да вот сегодня только едут куда к митрополиту напали на него он у нас принимал крещение ему Бог это открыл и за что бьются идти воевать я говорю государство дает на альтернативной основе и нас идут в армию я каждый раз говорю мы все имеем решение конституции все кто подрастают дети в возрасте скорее езжайте военкомат поставьте новый счет там написано не отказывайся от армии но оружие брать он не будет корректировщиком огня не будет снаряда подносить не будет куда ты его там ну соображение совести есть в фильмах он раненых спасал сколько там и сколько даже награду получил наши люди которые есть тех и сегодня коснулся одного брата нашего там ну везде там зазвонили мне что я пошел военкому я пошел привезли меня два часа потерял военком там кто вышел так и он туда идет а вам запрещено туда я гляжу на стене и написано думали снимать а там перечек военный военкомат и все а он за себя не может сказать теперь забегали а там говорят вы должны были это подать за полгода того как вас призывать будут а сегодня призовут ты знаешь куда сколько оттуда уже всего было я говорю для вас который призывной непризывной возраст ну мой непризывной девяносто четвертый пошел год и все равно я буду говорить об этом позаботьтесь о себе это нам дает государство по милости Божией такой закон дали ну вы знаете я говорю о чем и притом мы даем все написанное какой параграмм куда и притом военкомате против не имеют да у вас все написано правильно тут решение государственной думы ну почему так поздно подаете то ну нельзя было полгода раньше то и они правильно делают то как приспящило так и забегали а надо было сразу об этом обдумать и главное когда там начинают допрашивать священник рядом сидит военкомате и священнику говорит надо идти воевать это родина наша и то другое запомните национализм вот это патриотизм по отношению земной Родины это самая большая петля сегодня туда апостол Павел об этом говорит если бы они имели понятие о Родине земной отечестве земном они бы имели возможность вернуться они не шли они всем пожертвовали ради небесного ради того что Господь дал нам у вас родные у кого дети есть скажите вовремя при том это ни копейки не стоит и при том государство не обвиняет никак этих людей ну от батюшки справка должна быть что этот человек был когда был на исповеди батюшка вначале не хотел давать я этого спрашиваю где учиться там то а там там в Московской патриархии храмы есть есть ты ходил в воскресенье то ходил я говорю батюшка по другому надо рассмотреть он ходил в воскресенье да я не знаю когда он на исповеди был это твое счадо и батюшка сделал все под печати все отправили там все принимают но чем кончится пока не знаю потому что он учился ему одну отсрочку дали а вторую то уже в институте то уже нету один раз и посмотришь мудрые законы безбожные и у него маленько не сходится он не пойдет на это а тут я считаю божественный небо говорит с нами и птенцам ворона взывающим к нему о пище птенцы ворона не просто каркают а ищут это 61 псалом не стал уже считать 12 стих об этом говорит и еще дальше сидишь и говоришь на брата твоего на сына матери твоей клевечешь ну ты знаешь правду говорит почему тебе не прекратить было если не понимаете я вам объясню как к сократу подошел один я знаешь про твоего друга такое узнал так подожди ты узнал проверил так так все сходится я не знаю да ты хочешь мне сказать то что не знаешь второй вопрос наше отношение с другом улучшится да нет значит ты хочешь сказать в чем я уверен понял пошел не стал дальше говорить ну маленько то рассуди кто делает кто с чем он тебе должен как мы вместе разделяли хлеб вместе прищищались ну что-то найди останови и те люди которые против я им выписал из писания сто сорок два места библии которые останавливают когда возраст влияет на все ни одного слова не добавил сто сорок два и всем вручил считали? нет конечно а зачем? сто сорок два раза господь будет в одно место бить остановитесь остановитесь пока не поздно там изменения уже никакого нету я ничего не говорю кроме того что написано в библии дальше ты это делал и я молчал ты подумал что я такой же как ты раз Бог молчал так Бог за меня нет он не молчал он тебе давал знаки и ты не слышал он громом гремел как они вороны тебя останавливал скотина мучала стала от тебя отворачиваться ты еще ничего не знаешь мы сейчас увидели голос Божий буквально переполняет всю вселенную бездна бездны водопадами отвечает небо проповедует день и ночь звездами днем то что мы видим это восемнадцатый псалом и далее изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои уразумейте это забывающие Бога дабы я не восхитил и не будет избавляющий восхитил Бог возьмет избавляющий никакие за упокойной молитвы не поможет зато за гробом нет покаяния вы с кем дружите все где-то там далеко ваши друзья или позвоните или что скажите ты тщательно разведуй ну вот если бы было тогда по интернету могли так Христа обвиняли в чем это в государственном преступлении и Пилат поэтому его осудил потому что люди и он называет себя царем а царем может ставить только обвинение то было государственное как мне теперь эти недурги а меня сажали лично меня сажали это не за божественное хотя в приговоре у меня перечисляется двадцать два произведения за которые меня судили двадцать два они как будто все отметают нет а вы сказали я говорил за тех которые расстреляны были да говорил и писал это жития святых на этом основано и так кто приносит жертву хвалу тот чтит меня и тот и кто наблюдает за путем своим тому явлю я спасение Божие спасение Божие тогда кто наблюдает своими стопами где-то и так голос Божий к нам звучит сегодня из Святой Библии на всех языках Библии не написано написано Святая Библия вы знаете английский как написано Holy Bible в английском Гарлиген Библии везде слова Библии у нас его нету ну понятно что мы знаем что это Бог сказал и Бог будет судить по этой книге и какие вопросы вот к экзаменам готовится когда билеты дают двадцать пятую главу считайте Матфея мы знаем какие вопросы Бог будет задавать надо подготовиться заранее к этому и будет истязан человек а за меня помолятся второе Коринфянам 5.10 всем нам надлежит предстать предсудилище Христово чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое а иначе не соответственно а то такой-то умер сам архиеред пива губернатора там отец умер алтайская правда печатает что сам епископ ездил перед Богом это никакого значения не имеет епископ или священник они оба рукоположенные а он верил ну как сказать ну раба Божий вы когда первого хоронили как самый голос избрали стоит машет кадилом один другой и он Господи помяни раба Твоего первого президента Российской Федерации Богу нужны наши Российские Федерации когда вся земля Порошенко перед ним и это перед всем миром человек который может по пьянке умер развалил страну даже коммунисты более правильно сказали кассиновый гол кол ему забить могилу надо вы знаете о ком говорю и это могут сказать о нас мы не должны страшиться того что временное Господи положи эти слова которые мы слышали чтобы мы не пошли за тем который и не перелазит не по слову Божию как только за 30 серебряков Иуда коснулся их сразу цена взлетела уже с 340 я к примеру говорю вот как Бог сказал все непременно будет и будет суд Божий и будет полная расплата за все и так подумаем прославим Бога что он оставил еще нас живыми за слово Божие которое вы слышали мы не договаривались считать он считает точно букву в букву Богу нашему слава хвала счастье поклонения отецственный святой дух аминь это